Мы работаем, у нас есть какой-то там привычный склад жизни. Что делать мне? Ведь я не могу спасать планету. Более того, у меня нет времени даже разобраться, что там с этой планетой и зачем ее спасать. И мы придумали простой довольно-таки формат. Буквально мы выбирали по бесплатности и по доступности канала коммуникации. Мы выбрали e-mail канал, потому что... И решили просто рассказать те способы, лайфхаки, которые можно делать простому человеку, для которого это не профессия, ежедневные какие-то изменения в своей простой маленькой жизни, в своей квартире, в своих действиях, в своем выборе и так далее. Потому что мы поняли, что речь вообще-то идет о привычках. И дело в том, что наш мозг, он формирует привычки примерно так. Вам не надо читать про это большие книги. Вам надо просто делать что-то регулярно. И так формируется привычка. И, например, если мы регулярно забываем выключать воду, чистя зубы, то с большей вероятностью завтра точно так же мы не выключим воду, чистя зубы. Если мы в какой-то момент решим подумать об этом и выключить раз, два и три, то так сформируется наша привычка, и мы просто перестанем чистить. Ну, то есть есть определенные моменты, например, шум воды. Вот для меня почистить зубы, не для меня, я пример, почистить зубы, шум воды, я чищу зубы. Вот если мы делаем все то же самое, только без шума воды, это значит, что мы поменяли немножко свою привычку, и для нас это тоже нормик. И мы, короче, придумали, что e-mail курс, одно письмо в неделю, там какие-то решения, лайфхаки, которые позволяют разобраться. Ну и вот мы такие классные, сидим, такие, ну мы же взрослые, давайте, типа, нам нужны KPI. Вот, и мы такие, ну хорошо, запускаемся 1 октября, если до конца года будет 2 тысячи, то мы молодцы, подписчиков, 2 тысячи подписчиков. Классно, вот мы и запускаемся, я уезжаю в Крым в путешествие, в горах, у меня нет связи 3 дня, всего лишь 3 дня, могу себе позволить это выходные. Через 3 дня, когда у меня появляется связь, мне пишут, ну я, типа, как у нас там дела, мы же запустились, мне пишут 6 тысяч подписчиков за 3 дня. Ну то есть, и тут мы понимаем, что вопрос, эти знания, эта информация действительно кому-то нужны. И в сильно большем режиме, не только друзьям и друзьям наших друзей, но в сильно большем режиме, чем мы думали изначально. Ну вот, такая моя, собственно, история. Я буду про это чуть больше рассказывать в процессе, но перед этим я хочу спросить, ну, как бы поднятием рук, вы заодно расшевелитесь чуть-чуть, потому что вы такие серьезные, и я бы даже, знаете, что, унылые, что ли, давайте повеселее. Ну, мой вопрос вот что. Есть ли здесь кто-то, у кого уже есть проект в области бережного потребления или вообще социальный проект? Супер, спасибо большое. Есть ли кто-то, кто хочет запустить свой проект? Есть ли кто-то, кто хочет сбахнуть собственный бизнес, когда станет, не знаю, старше на год, на два, на три, десять, неважно. Предприниматели будущие. Хорошо, вы все еще вялые. Ну ладно, буду развлекать вас в одиночку. Смотрите, что такое проект. Вот знаете, я так много уже рассказала про теперь так, забыла листать. Что, собственно, мой рассказ будет строиться примерно из двух частей, чтобы вы могли считывать, что происходит. Я буду рассказывать о проекте теперь так, но в то же время я буду рассказывать о том, как может работать проект по созданию, по разработке, по появлению вообще идеи. Что важно? Обратите внимание, что занимаясь бережным потреблением, никто в нашей команде не является экологом, экоактивистом, экоблогером и так далее. Мы очень простые человеческие люди, которые всю жизнь занимались, собственно, бизнесом, маркетингом. И вообще, если говорить о профессии, то у нас у всех профессия, это в широком смысле слова, это маркетинг. И поэтому здесь, если здесь есть экологи, а я подозреваю, что они есть, я ничего не расскажу про экологию. Я, ну, наверное, что-то, да, но предмет беседы сегодня не про это, и я думаю, и я надеюсь, что вы про это на самом деле знаете больше, чем я. Что первое, что мы, с чем мы сталкиваемся, это с тем, какую потребность мы решаем. Вот мы как бы, что из того рассказа, да, у нас была какая-то стихийная немножко история про теперь так, потому что мы уже были предприниматели, и мы скорее решали какую-то идею, да, то есть мы отталкивались от идеи. Но на самом деле, чтобы идея жила, лучше всего отталкиваться не от своих каких-то фантазий, ну, как бы можно, если вы можете себе это позволить. Но настоящий нужный проект рождается в первую очередь от того, от какой-то задачи пользовательской, проблемы, которую можно решать, и которые, ну, требуют быть решенной, потому что есть проблемы, которые вовсе не требуют быть решенными. И на самом деле проект про бережное потребление, он находится на стыке. Есть реальная задача у реальных людей, которые понимают, что пора что-то менять. И мы отталкивались этой задачей. Когда мы стали работать уже с проектом, мы уже пошли в немножко другую аудиторию, и мы всегда ее ищем, мы смотрим на ту аудиторию, которой, ну, немножко все равно. А может быть и немножко, а вообще по барабану. И как мы работали и с теми, и с другими. С теми, кому это нужно, они, ну, как бы приходили, находили, потому что они находятся в этом информационном поле. С теми, кому по барабану сработало так. Мне приходили сообщения следующего рода. Катя, мне, конечно, все равно на всю эту тему. Блин, ну вы так прикольно все сделали, что я подписался. И это очень прикольно. И к нам приходили, это первая реакция. Дальше уже мы очень много читаем обратной связи. И приходят люди, которые говорят, что они говорят. Я читаю ваш курс. Мне вообще, ну, как бы делать я ничего не буду. Мне пофигу. Но, знаете, я когда сталкиваюсь с вопросом, ну, как бы с вопросом выбора, когда я в своей ежедневной жизни, мне надо что-то выбирать, я, конечно, помню все ваши советы и уже делаю выбор, исходя из них. То есть здесь может по-разному вот это вот касательное проходить. И все зависит от того, ну, собственно, как вы ориентируете свой проект. Вот так мы, вот вы все умеете читать. Я заодно прочитаю. Все больше людей, бизнесов необходимо что-то менять, но пока не знают как. Да, вот этот бум, который возник вокруг глобального потепления и спасти планету, вот эти два страшных штампа, которые я не очень-то люблю, он как бы создал понимание того, что что-то происходит. Но что происходит и что могу сделать я, это остается немножко за скобками, потому что есть разные модели потребления, которые мы видим, например, экоактивизм Греты, да, очень нужный миру человек, но мы не Греты. Нам тоже, мы тоже, мы рады что-то сделать, но мы не можем бороться, там, не знаю, с нефтяными компаниями и устраивать то, что делает Грета. Нам просто по модели потребления, по поведению это может не подходить. И вот мы видим эту информацию, как бы мы понимаем, что что-то происходит, мы готовы принять участие, потому что мы разделяем эту проблему, и мы понимаем, что мы тоже здесь живем, но мы понятия не имеем, что мы делать. Вот для себя мы выделили именно эту проблему и стали ее решать. Как бы это подошло... Ой, не туда, надо целиться, я знаю. Не работает, Саша. Все, я справилась. Примерно так. Это был один из каких-то просто проходных текстов, который в какой-то момент кто-то из СМИ, что ли, вытащил. И в итоге мы сейчас им там пользуемся, да. Что в целом, ну, как бы говорят реально все. Но чтобы действовать, надо понять, что мы можем делать. И если ваша профессия эколог, то вы больше знаете. Если ваша профессия, например, офис-менеджер, то вы знаете об этом меньше, потому что у вас, ваша профессия подразумевает совсем другой срез знаний и информации. И мы как бы решили, что мы... А, опять. Нет, все работают. Да. А, вот. Вот такое мы себе решение. Создать дружелюбную среду для трансформации ежедневных действий без потери привычного комфорта. Вот, собственно, мы знаем, с кем мы работаем, мы знаем, для кого мы работаем, мы примерно представляем себе этих людей, и мы знаем, что им нужно для того, чтобы решить их задачу. Им нужны нормальные модели потребления поведения, которые симпатичны им, которые не навязывают им какие-то действия, не агрессивны, понятны, и, главное, дружелюбны. Да, это что значит? У них есть, у нас есть поддержка тех действий, которые нам нужны. И, соответственно, плюс к этим поддержкам есть информация. И, собственно, вот что мы сделали. Это, признаюсь честно, презентация, это кусочки как бы общей презентации, которой мы пользуемся. Презентация родилась примерно спустя год, через запуск проекта. Поэтому на самом деле эта презентация сейчас уже, можно сказать, предмет рефлексии того, как все происходило, и как нас буквально засасывало в эту тему постепенно. Вообще на сайте все еще не исправлено, но когда мы запускали лендоз для подписки, мы написали, что мы эксперты-самозванцы, потому что на самом деле реально про нас, и там, кстати, все еще это написано, когда-нибудь мы это исправим, потому что уже очень трудно, потому что кто-то из нас уже в процессе получил повышение квалификации. Кто-то из нас обчитался такого количества ресерчей, что просто голова пухнет. Вот. И, ну, и на самом деле, когда мы запускали, курс был написан примерно, ну, я не знаю, на одну пятую. Курс пишется в процессе работы с людьми. И это тоже прикольная часть, потому что когда мы, например, начали делать модуль маркировки про те значки на продуктах, которые есть, мы заходили с полным нулем. Ну, то есть у нас был партнер, это экологический союз, это владелец единственной в России эко-маркировки «Листок жизни». И мы вот с ним заходили в тему того, как можно рассказать людям на практическом понятном уровне в нашем смешном духе про эко-маркировки. Это было страшно, потому что они присылали такие схемищи, такие просто, если бы это были книги, то это были бы реально большие книги. И я говорила, «Ребята, как мы это сделаем? Мы не разберемся». Мы разобрались с маркировками. И это я все к чему? К тому, что в какой-то момент мы не знали почти ничего. Мы только могли правильно разделять свои отходы, мы знали, что такое ресурс, мы знали, откуда они берутся. Ну и я, наверное, так как я занимаюсь консультацией, стратегия устойчивого развития бизнеса, это то, что я делала всегда, работая с любыми компаниями, которые приходили ко мне как заказчики, вот это я точно знала, как свои пять пальцев. Вот базовый старт, с которого мы начинали. В процессе, ну сейчас вот за год, чуть, может быть, уже больше, если так посчитать, пока, Элдис, мы реально очень сильно выросли экспертно. И, собственно, признаюсь честно, вот так мы сделали все красиво, написали, что первое, что мы сделали, это мы сделали курсы. Мы продолжаем его развивать. И вообще суть названия теперь так в постоянных изменениях. Курс реально меняется следом за читателями. Нам присылают за читателями и за миром, который нас окружает. Все мы знаем, что вопрос раздельного сбора отходов сейчас там, ба-бам, политический вопрос, экономический вопрос, инфраструктурный вопрос. Это повестка ближайших двух лет для всей страны. Поэтому все меняется, и мы переписываем курс. Самый яркий пример, да, я просто приведу пример, у нас написано было, что когда мы запустили курс, что бутылки из-под масла подсолнечного не принимают. Спустя месяц мы переписывали, потому что их уже начинали принимать основные операторы. И вот так происходит всегда. Есть много нюансов, которые изменяются, и теперь так про изменения. Поэтому закладывать какую-то жесткость в сам проект было бессмысленно, потому что если ты сам про изменения, то тогда закладывай эти изменения в ДНК. меняться каждый день и вообще быть гибкими по отношению к тому, что происходит, это супер важный навык, супер важное качество. И самое главное осознавание, потому что это не просто внешний уровень разговорный, это реально уровень ДНК, который нужно предусмотреть в проекте. И про это говорят очень многие исследователи. Ой, нет, ну что я спешу-то? Вот, а дальше практически сразу, то есть это я все еще в Крыму, если вы следите за моим повествованием, третий, четвертый, пятый, шестой день, к нам посыпались офферы от компаний, от больших компаний. К нам пришли запросы, типа можно ли нам что-нибудь от реально крупных FMCG, ну то есть вот тех брендов, которые стоят у вас в обычном супермаркете. И я такая думаю, о, класс, бабки, то, все. Потом такая подумала еще, и думаю, стопы, мы не знаем нашу повестку, мы не понимаем, что мы сейчас будем делать с бизнесами. Давайте мы сейчас всем ответим, вернитесь к нам через месяц. Это было довольно дерзко, потому что в условии того, что мы запускались им все еще на свои, ну как бы отказаться от денег, да, странно, да, когда ты уже видишь, что вот пришло, ну вот оно все на тебя просто валится. И мы это делаем. Мы это делаем смешно, потому что один из брендов, мы просто, ну просто, даже я не знаю, как слили, просто про какое слово есть вежливое, когда ты, ну как бы просто забываешь им ответить, что ты не так передаешь, еще что-то. Ты просто в какой-то момент сливается все, и ты понимаешь, блин, наверное, уже невежливо к ним возвращаться, потому что это будет странная коммуникация. Ну, короче, проторчали. Вот, и самое смешное, и знаете, я не очень люблю вот эти вот возможности упускать, и мне кажется, что плохая коммуникация – это самое плохое, что может случиться с проектом, нечестное, неискреннее, какая-то продолбанная. Вот, и я немножко, немножко мучилась, потом думаю, ну ладно, ну слили, слили, ну бывает. Вот, и в итоге, знаете, самое прикольное, совсем недавно этот бренд к нам вернулся в совсем другом качестве, и сейчас у нас прикольное, очень конструктивное, важный разговор, который уже про стратегию, а не про какую-то там ерунду, с которой они к нам заходили. И это классно. Вот, так вот, в какой-то момент мы добавили себе вот этот параметр, и мы сказали себе, окей, если у бизнесов есть спрос на то, что мы делаем, давайте мы начнем работать с бизнесами. К тому же, еще важный момент, ну мы про это чуть-чуть попозже проговорим, это вопрос того, что мы, конечно, угорели на бабки, потому что, когда ты думаешь о том, что у тебя до конца года 2000 подписчиков, это одни расходы, ну, потому что ты платишь за системы, за все интеграции, ты платишь за саппорт, ты платишь за то, чтобы кто-то отвечал на вопросы, потому что ты же не можешь все время сам отвечать на одни и те же вопросы, куда сдать пластик, и так далее. Вот, и мы думали, ну, у нас есть на это средства, окей, мы справимся. Когда пользователю стало за три дня шесть, вместо того, чтобы за три месяца, две тысячи, я могу ошибаться в числах, ну, неважно, три месяца, октябрь, ноябрь, правильно сказал, вот, мы, ну, мы поняли, что наши расходы значительно только что выросли, вот, и поэтому очень важный момент еще, ну, как бы бизнес, как способ монетизации. Самое смешное, что мы все это знаем, потому что мы работаем с другими проектами, я работала в том числе с социальными стартапами, и там с арт-проектами, и так далее, и я прекрасно знаю, что такое монетизировать, и вообще, ну, как бы найти денег на любые проекты, которые не являются, как бы, коммерческими, это большой вопрос. Вот, и третий пункт, на самом деле, с третьего пункта началось все сильно заранее, он такой довольно абстрактный, но он супер важный, потому что, так как в теме очень много вопросов, адски много вопросов, здесь, кстати, тизер про тему, в субботу у нас будет разговор в 10, по-моему, в рамках фестиваля «Вместе менее», если кто-то пишет или хочет писать на эту тему, в субботу в 10 часов я буду рассказывать про то, как писать про эту тему, потому что мы же еще и написали курс, поэтому внезапно стали писателями, журналистами, создателями контента, да, правильное слово, поэтому здесь тоже будут нюансы и все остальное. Но самое важное, это что, когда ты делаешь такой проект, который про изменения, ты не всегда знаешь, ты далеко не все знаешь, и надо быть к этому тоже готовыми, открытыми к тому, куда движется, какие решения надо искать, как надо менять, что может заменить одноразовую посуду, например, да, это тоже вопрос, на рынке много стартапов, много технологий, и вообще, ну, как бы, это кроме того, что одноразку ищут, но вообще-то могут быть и другие, более, другие, как бы, системные решения, которые тебя вообще избавляют от одноразки и так далее. И поэтому вот поиск инструментов для того, чтобы конструктивно, правильно общаться и обмениваться информацией, вот это базовая вещь. На самом деле в нашей ежедневной работе мы не занимаемся верстками, дизайном, подготовкой контента. 90, ну ладно, 70-80% времени уходит на то, чтобы мы находили подход к работе с разными партнерами, организациями, компаниями, людьми. И вот этот момент объединения, он суперуважен, потому что один в поле и воин, да, и не воин одновременно. Вот. Собственно, немножко про курс. Курс совершенно бесплатный. Одно письмо в неделю и сертификат, собственно, по итогу модуля. Сейчас курс состоит из шести базовых модулей, которые идут один за другим. Я никогда не могла посчитать, но это примерно полгода. Такого ненапряжного, надеюсь, чтения. У нас очень высокий рейтинг открытий писем. Вот. Несмотря на то, что у нас нетаргетированная рассылка, и в этом смысле это хороший показатель. Он немножко там двигается в зависимости от компании, которые мы проводим. Ну вот мы бахнули сейчас компанию с музеем Гараж. Она, ну, немножко дала нам совсем другую аудиторию. Она там по-своему ведет. И все это видно на метриках. В общем, как все происходит? Все модули, они разные. Вот, смотрите, вот как будто бы это макет письма, минимум теории, всегда какая-то, как это, разбавляющее занудство любого кирпича информации, картинка. Только самое главное, что мы хотим? Мы хотим дать ассортимент выборов, решений, которые могут быть. Потому что домашнее хозяйство, с которым мы работаем, ежедневный выбор, ежедневное потребление, у всех очень разное. У нас разное расписание. Кто-то сова, кто-то жавороны, кто-то ходит на работу каждый день, кто-то работает из дома и так далее. И здесь вот весь этот ассортимент выбора, который ориентирован из прикольного, знаете, мы очень часто говорим, что вопросы заботы об окружающей среде, например, в Европе решены чуточку лучше, да, ну или сильно лучше. Но на самом деле у нас есть подписчики из стран, которые мы очень часто ставим как пример, которые задают нам очень много вопросов, связанных с тем, какие решения могут быть у них, потому что им не хватает того, 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 того. И это тоже довольно прикольно. И курс сейчас в целом, он довольно, ну как оказалось, хоть мы его изначально затевали там для себя своих, оказалось довольно гибок к качеству запроса и к ассортименту его. Вот совсем недавно я была, например, во Владивостоке. Совсем другая инфраструктура, совсем другой вопрос на повестке дня, да, например, у них там вот эти вот их сопки их размывает. И для них это там вопрос прям катастрофы уже экологической и так далее. Но курс все равно такой более-менее гибкий. Вот сейчас мы мечтаем его делать чуть более жестким, чуть более локализованным именно для городов, чтобы в нем было больше конкретных решений, связанных с городами. Потому что ты не можешь в рамках одного курса, который читает вся страна и плюс еще кусок там Европы и даже из Америки у нас есть читатели, рассказать, что есть второе дыхание в Казани, а во Владивостоке еще 4 классных секонда. И так, ну просто представьте какой-то список. Это энциклопедия в каждом городе, где можно купить классные шмотки БУ, кроме Авито. Вот. И что мне очень нравится, ну вот дружеская поддержка это основное. У нас есть даже группа поддержки на Фейсбуке, она условно закрытая. Вот. Ну потому что никто не проверяет на самом деле, проходите вы курс или не проходите курс, вы просто можете в нее постучаться и обсуждать со всеми или смотреть обсуждения реально практического характера. Иногда я хожу посмотреть там, какие решения есть. И один раз нам задали вопрос, который мы построили полностью на контенте именно разговоров в группе поддержки на Фейсбуке. Вопрос был, как разговаривать с семьей об этом. Да, и как семью, семью или семью, не знаю, семью, хорошо, вдохновлять на бережное поведение. Потому что когда ты живешь в замкнутой системе с каким-то определенным количеством человек, высока вероятность, что вы напоритесь хотя бы на одного, которому нафиг это не сдалось. И тогда мы поняли, что типа, ну, ребята, у нас же у каждого своя-то семья вообще и свой набор семьи и все остальное. Что делать-то будем, как ответить на этот вопрос? И мы пошли и собрали просто те обсуждения, которые были и те советы, которые люди давали друг другу. И это один из моих любимейших кейсов, потому что это суперсложный вопрос. И более того, этот вопрос всегда задается в любой аудитории. Не знаю, теперь, конечно, он не задастся вашим, но это нормально. Вот. И этот вопрос, который очень сильно волнует людей. В Сочи, например, у меня была очень классная история. Мы делали, ну, как сказать, сборище. сборище. Мы разговаривали с представителями проектов, компаний в Сочи. Ну, это был открытый разговор. И там была, пришла девочка, open call мы делали, и пришла девочка, 11-летняя блогерша, которая как раз эко-блогерша. Ну, так, это бум, вот спасибо Грейте, что она еще делает вот этот вот образ прикольных, молодых людей, которых это интересует. Хорошо или это плохо? Я думаю, что всегда хорошо, потому что сейчас тот этап, в котором надо много про это говорить. Будет этап, в котором надо, чтобы вот это говорение превращалось в действие, и я надеюсь, что большая часть из вас про это рано или поздно, но вот говорить тоже важно. И девочка как раз рассказывала про то, как ее папа сопротивлялся всем действиям. И было очень прикольно посмотреть, как они искали это решение. Он тоже там, мне кажется, в списке решений есть. Вот такая история. Моя любимая часть это про идутеймент, потому что в конце мы даем такую маленькую скромную ссылку, до которой, наверное, не все доходят. Но там есть очень важные, мне кажется, вещи. Это на самом деле очень много крутейшего просто, очень качественного контента в интернете про все это. Очень много снято документальных фильмов, мультиков, которые классно, не просто так, а классно освещают этот вопрос. И опять как посмотреть, как подать, потому что на самом деле Король Лев, мультик, который вышел недавно, банальная вещь, просто это масс-маркет. Но на самом деле, если ты правильно его подаешь и говоришь, что вообще-то это лучшие слова сказанные и самые понятные про экосистему, то ты совсем по-другому начинаешь уже видеть этот мультик. И какие-то моменты, или, например, самые два классных примера, когда мы писали, у нас есть модуль гардероб, и мы там рассказываем все про шмотки, как быть нормальными и при этом не вредить окружающей среде, нормально одетыми, да, может быть, даже классными модными, потому что мы работали с консультантами из фэшн-индустрии, и мне кажется, что в целом я могу презентовать этот модуль, как быть модными и бережными по отношению к окружающей среде сразу. Там есть две находки очень классные. Одна находка это очень старый советский мультик про то, как делаются платья. Очень классный, прикольный, смешной мультик, просто там 10 минут на эту тему. Девочка, у нее приключения, все как надо, все по мультжанру, но очень классно рассказывает про то, как устроена индустрия производства вещей, одежды. И вторая находка совершенно простой, там романтическая комедия, старая, американская, голливудская. И там такой классный кажется американской голливудской. Это же не важно, сейчас. Там просто все нормально, сюжет, но там барышня, главная героиня этого фильма, она очень классно одевается. Она одевается, у нее капсульный гардероб, и на самом деле, то есть, то, как она сочетает, это просто идеальный пример лайфстайл истории про то, как можно составить капсульный гардероб и выглядеть очень классно в капсульном гардеробе. Супер! И вот такие примеры, и я на самом деле, вот этот низ, очень, ну, я люблю тайно, я просто про него все знаю, тайно люблю его больше всего на свете, потому что он не занудный и очень вдохновляющий. И вот доходить до него, мне кажется, зачет, и смотреть тоже. Или, например, еще пример, очень смешной, есть в Кошачий суп, такой мультик, где свинья ест свинью. Это сумасшедший японский такой аниме, и вот тоже такой пример, знаете, хороший. Тоже как посмотреть, можно просто развлекаться, а можно осознавать в это время. И так, на самом деле, все устроено. Можно просто идти по городу, а можно понимать, что происходит. И вот это вот слово осознанность, от которого мы в целом, ну, мы его не очень любим, потому что оно сложное, да, оно такое страшненькое. И быть осознанным, это все-таки сложнее, чем быть бережным. Ну вот, если ее все-таки включить, то она будет работать уже во всем мультике, не знаю, что бы вы ни делали. И это прикольно. Ну вот, курс, обратная связь. Вот про это я тоже сказала. Вы просто помешаны на обратной связи. Мне кажется, раз за три в письме, в уроке мы говорим о том, что рассказывайте нам, у нас есть опросники, все остальное. Почему? Потому что мы эксперты-самозванцы. И обратная связь нам дает очень много информации. И плюс нам очень много дает представления о том, кто нас читает. Мы делаем продукт не для себя. Мы делаем продукт для людей. И поэтому очень важно смотреть на то, что происходит с людьми. Мне надо ускориться, потому что мне надо рассказать про бизнесы. Понятно, все понятно. Мне надо рассказать про то, как все-таки делать проекты, из чего они состоят. социальный, коммерческий, любой проект, который вы делаете, он примерно двигается плюс-минус одинаково. Просто там разные сложности. И на самом деле я выбрала про то, про что, наверное, можно больше понять с практической стороны, а не из какого-то, не знаю, из какой-то классной статьи или классной книги. И вот по чуть-чуть расскажу. Мы будем говорить о проектах в области устойчивого развития бережного потребления. Первое это идея. Где взять те идеи, что нужно? Мы вообще в целом уже смотрели. Вот есть проблема. Смотрите на то, какая существует проблема пользовательская. Большая или маленькая здесь не принципиально. Когда мы начинали проект теперь так, мы думали, что людей сильно меньше. Ты никогда не знаешь. Можно, наверное, провести исследование и все остальное, но очень много неизвестных и здесь всегда будет темная лошадка какая-то. Ну вот, поговорим чуть-чуть про идеи и вообще про то, на какие системы опираемся мы, работая с этой темой. Возможно, вы как экологи добавите сюда еще какой-то более академический кто-то из вас эколог и добавите сюда более академический подход про какие-нибудь биосферы и все остальное. Но наша опора в двух вещах. это 17 целей ООН, которые, собственно, придумали ООН, как вы понимаете. Сейчас я и вот я про них рассказываю. Не знаю, видели, давайте, видели эту картинку? Кто видел эту картинку? Так, хорошо. Google 17 глобальных целей ООН. Это классная, понятная, красивая, разноцветная, мне очень нравится история про то, какие перед миром стоят задачи для того, чтобы мы могли развиваться и одновременно сохранять тот уровень комфорта взаимоотношений с окружающей средой. Я специально подбираю слова. Почему? Потому что с планетой ничего не будет. Она не разломается, не разрушится. Ну, то есть, может, какая-то эволюция с ней случится, но вот мы ее не разрушим. Мы разрушим себя и то, что вокруг нас. Возможно, даже те животные, которых мы все время убиваем своими действиями, опосредованно, конечно, мы, ну, возможно, они тоже там, какая-то часть из них выживет, все остальное. Как бы вопрос, который мы поднимаем сейчас, это вопрос нашего самочувствия во всей этой истории и долгосрочности вот этого нашего самочувствия, которое мы сейчас принимаем как ОК. Я, конечно, готова про это поспорить на кухне где-нибудь за чашечкой чая, но сейчас давайте представим, что вот то, как мы сейчас существуем, для нас ОК, и мы хотим это сохранить. Вот ООН написал нам 17 мгновений весны, 17 целей, которые помогут нам с этим справиться. Дальше, вот если зайти это онлайн, то это интерактивная штука, вы тыкаете, и там есть каждому квадратику есть понятные, классные, доступные пояснения, но немножко глобальные, но на них можно опираться. Как мы их выделяем? Ой, все, все сломалось. Вот в целом я люблю, чтобы коротко про них рассказать, немножко рассказать по принципу там вот трех кружочков, это социальная сфера, ну, на самом деле это очень условно, нет уделения, и если искать примеры того, как компания, например, крупные компании внедряют вот эти цели устойчивого развития, то очень трудно конкретно разделять, потому что когда ты компания, ты выбираешь то, с чем ты можешь работать, по разным причинам, то, что тебя трогает, то, что тебе проще всего делать, или то, где ты больше всего приносишь ущерба, и так далее, да, здесь то, что подходит твоему бренду, стратегическим целям, или еще что-то, и, как правило, это очень условное деление, потому что можно работать, ну, например, заниматься ликвидацией голода, и по касательной, там, все-таки в своих решениях, в своих программах, в том числе, еще говорить, например, о здоровом питании, и о каких-то таких вещах, вот, и я на самом деле не буду останавливаться, я примерно так пробегусь, я очень рекомендую посмотреть этот материал, он дико полезный, и он, ну, довольно прикольно сделан, а почему я про него сейчас говорю, потому что на самом деле у нас есть воркшоп, который, ну, больше показывает, как с этим можно работать, дело в том, что это большой источник вдохновения для того, чтобы придумать свой проект и понять, какую задачу, какая мне близка, и какая меня трогает, и какую задачу, я считаю, нужным решать, по вот воркшопу, которые мы проводим, они, как правило, находят две вещи, первое, это я понимаю, что это кому-то нужно, ну, просто из своей жизни, а второе, это меня трогает, и вот как раз на стыке вот этих вещей, вот этого представления, и рождаются очень классные идеи, проектов, которые могут что-то решать, если вы делаете свой проект, и он может быть не связан с целями устойчивого развития ООН, но он может внедрить этот параметр, в том числе и заниматься вот этим социальным содержанием, я недавно закончила читать книгу Тима Брауна, это такой чувак, который основал дизайн мышления, и собственно книга так и называется, по-моему, дизайн мышления в бизнесе, и он там, знаете, что говорит, он говорит, что мы больше не можем думать, что социальными вопросами должны заниматься фонды, а компании должны заниматься выручкой, мы как бы не можем больше так работать, потому что надо, чтобы и те, и другие соединялись, потому что это разные ресурсы и объединения, поэтому давайте будем смотреть на этот акт. Короче, что я хочу сказать, если вы затеваете открыть новую сеть X5 Retail Group, или если вы хотите сделать новую Coca-Cola, ничего не мешает вам использовать какие-то цели, применять их и понимать их. И мне кажется, что на сегодня это глобально важно, потому что будучи Coca-Cola, вы должны понимать, что все, в общем, истерпаемо. Ну и вот, собственно, та плюс-минус, та тема, которой занимаемся мы. Почему я говорю плюс-минус? Потому что, действительно, когда ты работаешь вообще в социальной сфере, с социальной сферой, это деление очень условно. Ты все равно, ну как бы здесь немножко надо сидеть на всех стульях. Ты, условно говоря, не можешь делать проект, который топит за охрану окружающей среды и в то же время, не знаю, ущемлять меньшинство или не быть справедливым в отношении, там, трудоустройства и все остальное. Это будет по меньшей мере странно и неустойчиво. И вот, кстати, здесь тоже можно посмотреть более детально. Не знаю, не буду тогда пока останавливаться. Если что, я надеюсь на ваши вопросы и мы всегда можем вернуться сюда и поговорить. Собственно, вот такая вот картинка, которая, помните, да, тут кружочки были, я выбирала. Грубо говоря, так выглядит принципы устойчивого развития в бизнесе. собственно, система, еще одна система, на которую можно опираться в работе именно в бизнес-деятельности, вот она выглядит примерно так. Иногда добавляют четвертый кружочек, ну, некоторые добавляют, умные особо, который говорит о культурном многообразии. Мне кажется, что здесь, в Казани, это, ну, там, с теми местами, где я уже побывала, там, на перформансе была и так далее. Вот в Казани это очень классно работает. В Казани есть желание говорить о национальной идентичности, и это очень клево. И очень важно, культурная часть, она тоже может быть выделяться, и любой проект, ну, например, там, работая с брендами, с разными, я могу привести пример, краснополянская косметика. Ну, сразу понятно про бренд, какие у него источники, ресурсы, база для вдохновения, и за что ребята топят. Ну, вот, просто на уровне названия. Или, например, я работаю еще с крымскими, большое количество у нас лосоки, крымских всяких историй, и есть, например, десерты, они очень классные, это лукумы, и у них каждый десерт, ну, вот, как это, категория с определенным вкусом, у них название, достопримечательность, но не просто так, если вы бывали в Крыму и едите этот десерт, вы знаете, почему он пахнет сосновыми штуками, и почему он так называется. И это очень прикольно, и это тоже один из способов говорить о определенной локальной идентичности, определенной культуре, и так далее. И, ну, бомбически можно с этим работать и на уровне маркетинга, и на уровне ДНК компании и деятельности. Ой, вот, важный момент. Семнадцатый, мой любимый квадратик во всей этой истории, он, знаете, такой, как, если у тебя 16 взрослых детей, и один маленький, 17-й, скромненький, там, волочится, и никто на него, может быть, внимания не обращает, но на самом деле он самый важный, просто потому, что нам действительно пришло время объединяться и строить настоящее партнерство, интеграции и все остальное. То есть, грубо говоря, вы берете факультет экологический с факультетом журналистики и создаете какой-то проект, который решает важные проблемы совместно. И это очень супер, потому что это дает разные столкновения разных, вот помните, я даже сегодня успела сказать фразу другая сфера знаний. Вот когда мы соединяем разные сферы знаний, условно говоря, знания экоактивиста и офис-менеджера, которых я сегодня упоминала, мы понимаем, что из этого может родиться реальное решение. И это очень прикольно, и мне кажется, супер важно про это говорить. Но вот способ, самая тяжелая работа, это найти способы взаимодействовать, найти способы понимать друг друга и так далее. И, честно говоря, если смотреть на список профессий будущего, то вот это вот вопрос взаимоотношений, это одна из важнейших в будущем сфер деятельности, направлений, которая нужна. И, ну, потому что здесь и человеческий фактор вмешивается, и бизнес-интересы вмешиваются, и еще какой-то там менталитет, и культурные ограничения или возможности. Потому что для меня слово ограничения и возможности это практически синонимы. Ой, ну, устала я болтать. Это следующая система. Ее придумала американка, на самом деле она француженка по происхождению, Биа Джонсон. Ну, как бы кажется, что ее придумала она, но на самом деле здесь это тоже я оговорюсь 30 раз, ну, как бы приписывают изобретение этой системы ей. Что мы делаем на практически уровне с теми вещами, которые нужны нам в нашей жизни? Отказ. Собственно, воронка. Важный момент. Это то, как это выглядит. Это воронка, с которой, ну, то есть, чаще всего, и на самом деле для меня, например, проще всего, это отказаться. Ну, то есть, условно говоря, вместо того, чтобы, не знаю, купить очередные, там, сейчас, какой-нибудь не самый страшный пример. Мой пример. Это не значит, что это будет работать на вас, но это мой пример. Это безумное количество пластика в упаковке, который есть. Можно заморочиться, прочитать все надписи на этикетках и все остальное. Вот у меня есть прием, которым я избавилась от необходимости читать этикетки, разделять отходы и прочее остальное. Я просто вычеркнула из своей жизни какое-то количество совершенно ненужных для моего здоровья, питания и еще чего там, не знаю, мусорного ведра продуктов. Вот я, например, не ем никогда йогурт. Ну, просто это не полезный для меня лично продукт, и он ненужный. Вот прямо сегодня кто-то, моей подруге Радмиле написал, спасибо большое за курс, я готовлю йогурт дома сама. Вот отличное решение. Вот отказаться, вот для меня это самая нужная вещь. Вот отказаться, вот если надо что-то приходить ко мне, я от всего откажусь. Вот, и классно. Дальше пошло все сложнее. Reduce, подсократить, да, то есть условно говоря, помучаем тот же йогурт. Если вы йогурты любите, то, ну как бы, чтобы сократить количество мусора, который производит этот йогурт, можно, например, сделать, покупать йогурт дороже, качественней, вкуснее, но может быть чуть реже. И в нем будет зато меньше вредных вещей, и у него, например, будет способ производства более бережный по отношению к окружающей среде. И сделать йогурт праздником. Ну окей, если вы любите йогурт, пусть это будет праздником. Нормальный пример? Надеюсь, нормально. Там, кстати, вот такие слайды полезные, я про них забыла, когда мы так рассказываем. О, а это, кстати, сократить. Это пример из моего магазина и нашей работы с теперь так, коллаборация. Вот про те самые крымские десерты, раньше они были в пластике. И мы придумали попросить производителей десерта перестать отказаться от пластика и сократить его количество. И они выпустили под нас линейку упаковки из, ну, грязной бумаги нельзя сказать по отношению к десертам, не отбеленной бумаги. Она из вторички, и она не отбеливается. И вот, собственно, мы разработали, и они реально сократили количество пластика, потому что они, сделав для нас этот продукт, они стали другим предлагать этот продукт, и кому-то он стал удобнее. И какое-то количество... Они не смогли отказаться от всего, потому что некоторые десерты содержат слишком много влаги, и некоторые их покупатели отказываются покупать, потому что им привычнее, понятнее вот этот вопрос. Но сокращение как факт есть. Мы заменили вот этот адский пластик на бумагу. Переиспользование. Вот там тоже есть пример, я знаю. Да что ж такое? Вот. Это тоже наши примеры, ну, кроме Икеи и трубочек. Ну, короче, два примера. Один, на самом деле. Ферма Никола Ленириц, это мои классные... Ферма моих друзей, мы их очень любим. Я все время ем к вопросу о том, что надо есть местное и так далее. Я очень часто покупаю у них еду, как и все мы. И мы долго думали с ними, какой формат, вот вопрос упаковки, того, как они могут доставлять. Вот их способ доставлять, их территория доставлять позволяет им вести оборотную тару. Не везде, но они берут какое-то количество постоянных клиентов, которые у них есть, и они используют оборотную тару. Они привозят в этих ящиках, и ты, собственно, забираешь это все из ящиков и совершенно спокойно возвращаешь ящик, курьер уезжает с этим ящиком. Вот это принцип реюза. Еще можно говорить о том, что какие-то вещи можно функционально менять. Если у вас, например, какой-то пример был классный, у Маши, она что-то, я забыла, она какую-то штуку переделала в мыльницу. И мы все, ну как бы у нас руки не из того места, ну и у нас времени, самое главное, ни на что нет. Поэтому для Маши была, это один из моих партнеров, была большая гордость, она даже ее принесла на нашу планерку и сказала, смотрите, что я сделала. Я забыла из чего, но она взяла и переделала какую-то штуку под мыльницу. И это было очень прикольно. К сожалению, вот я не помню. Но таких примеров очень много в Тепертаке. Очень много на Пинтересте, кстати, про то, как переделать свою майку или перешить ее там в сумку-авоську. Или мы очень часто говорим, что бум на эти фруктовки, да, на самом деле можно взять любой мешочек. Вот, например, кожа-галантерия часто продается в мешочках, можно использовать, например, его. Вот, на мой взгляд, это единственное, кроме отказаться, но отказаться, все-таки радикальное решение. Единственное верное решение, которое мы можем искать как заменитель всему одноразовому, это использование вещей максимально долго. И в этом смысле, ну, как бы, мне кажется, супер важно еще то, как мы ими пользуемся, потому что это влияет на срок их службы. И вот эти две вещи с точки зрения вообще всего, бизнеса или чего-то другого, они очень плотно взаимосвязаны. И вот это может быть решением тому, как мы сокращаем количество отходов и вообще и ресурсов на производство. Потому что, на самом деле, мы часто говорим про отходы, но отходы не такая большая проблема, как начало этого пути, это производство. Ну, вот, все говорят про это, может быть, вы чуть меньше это видите и слышите, в силу, не знаю, того, что вы, ну, не знаю, реже, чем люди постарше платите, например, за квитанции и за проживание. Почему ненавистный мне кусок, почему переработка отходов вообще не решает ни одного вопроса? Ну, может быть, один решает, но на самом деле переработка, ну, как бы, сейчас, это очень маленькие цифры, в России не хватает инфраструктуры, это, во-первых, во-вторых, только там очень ограниченное количество производимых вещей, фракций, могут быть, перерабатываться, но самая главная большая фракция отходов, это пищевые отходы, вообще никак в России не работает, пластик сейчас перерабатывается, самая популярная фракция, это максимум 10% по, там, красивая цифра, по цифрам, которые нам выдают умные дяди, у нас на каждого из нас уже тонна пластика, и вот он лежит спокойно, а почему 10%? Не потому что мы злые, да, потому что нет инфраструктуры этой переработки, и мы, потребители, еще не сдаем все вместе вот так, как надо. Ну, и потом надо представлять, что только три вида пластика из всех видов пластика, четыре, там, девяточка тоже перерабатывается, это пластика технические, из бытовых приборов, миллион просто вещей, упаковки всего не перерабатывается, например, вот наша одежда, она практически второе дыхание только перерабатывает из того, что по чесноку живет, но проблема переработки еще есть другая, даже если это все дошло, еще меньшее количество вещей может перерабатываться бесконечно дольше, долго, даже так скажу, две, два материала могут перерабатываться бесконечно долго, это металл и стекло, все остальное нет, ну, как бы пластик чуть больше, бумага чуть меньше, вещи из переработанных вещей, одежды, вы уже не сможете ничего сделать новое. Короче, если вдруг вы подумаете, вот я сейчас бахну проект, о чем больше всего говорят о переработке, помогу переработке, ну вот, это хороший будет проект, он нужен сейчас, но долгосрочность его под вопросом, потому что, надеюсь, скоро все проблемки решатся. Ну, в общем, ладно, не буду, тут вы можете читать, вот, на самом деле, основные источники CO2 и той проблемы, которая у нас есть на глобальном уровне, они вот здесь, да, животноводство, ну, на самом деле, здесь правильнее сказать просто еда, а не вопрос животноводства, тоже производства и транспорт, и вот здесь инновации решения очень-очень ужасно нам нужны. Ну, и последняя ступень, да, это, вот, отказались, не смогли отказаться, начали сокращать, сократили, переиспользуем максимально, все, что мы использовали, у нас осталось, мы сдаем на переработку, ну, и на крайняк, мы отправляем, когда уже действительно вещью пользоваться вообще нельзя, переработать ее нельзя, и это конец вещи, вот здесь нам нужно, чтобы эта вещь могла вернуться в природу, есть такой принцип, cradle to cradle, от колыбели к колыбели, тоже такая система, если вы не знакомы, рекомендую почитать про нее, и вот дальше мы это отправляем все обратно в землю, ну, вот сейчас мы все отправляем в землю, но в идеальном мире мы будем отправлять только то, что мы реально не можем исправить, да, в идеальном мире, который мы вообще-то, каждый из нас может себе создать независимо от инфраструктуры и всего остального, и еще каждый из нас может взять любой из этих пунктов и бахнуть в свой классный социальный проект, информируйте, решайте инфраструктурные вопросы, собирайте в частном порядке, неважно, да, каждый из вас может реально что-то взять, да и сделать. Ну вот, про команду. Сколько у нас времени, кто-нибудь скажет? Осталось. Ух! Короче, про команду, что сказать про команду. Вот моя команда. На самом деле их уже 4, потому что в сентябре месяце к нам присоединился, у нас есть определенные условия открытости, хочешь быть участником команды, приходи работой, ну как бы понятно, у нас есть вознаграждение по мере того, как мы получаем какие-то контракты с бизнесами, но проработал год, реально пашешь, ты становишься партнером нашего проекта. И вот на самом деле просто это очень старая, это первая наша съемка, поэтому Макса здесь нет, еще он не любит фотографироваться, но сейчас нас уже четверо. Как все было? С Антоном я более-менее была знакома, и это, ну как бы мой друг, сейчас довольно близкий друг. Маша, реально, я просто к ней пошла, у нее телеграм-канал, мне нравилось, как она писала. Я такая думаю, блин, классно, пойду поговорю. Пришла, посмотрела на нее и говорю, слушай, Маша, прямо в телеграме я пишу, не смогла подойти, бла-бла-бла, давай встретимся. Сидим на встрече, и я понимаю, что, блин, классная Маша, позову ее делать проект. Мы не были знакомы с этим человеком. Perfect Match, что называется, вот нашлась Маша. Макс пришел из Фейсбука, просто пришел и говорит, чуваки, классная мочите, можно я, типа, там готов участвовать. С тех пор он просто фулл-тайм работает в проекте, теперь так, и вот сейчас вот стал партнером, теперь так, и это, и я в восторге. Знаете, что можно долго думать о том, что команда, это какая-то сложная история, резюме, я не знаю, все что угодно можно думать, но на самом деле с определенной долей открытости и готовности к тому, что каждый новый член команды это новое видение проекта, и если ты к этому готов, то у тебя конфликтная история, она, ну, как бы стремится к нулю. И мы ужасно ссоримся, мы иногда вообще друг другу глаза можем вырвать, и это для нас нормально. Мы знаем, ради чего мы это делаем, и почему. Ну, что вы не листаетесь, опять я не туда. Ресурсы. Самая страшная штука. Здесь я скажу про ресурсы, понятно, составили план, поняли, мне нужна там бумага, принтер, не знаю, соцсети, пресс-релиз, человек, который пишет, человек, который фотографирует. Все зависит от вашего проекта, какие вам ресурсы нужны. Не забывайте учитывать два важных ресурса в современном мире. Это время, и как вы его распределяете. Условно говоря, если вы учитесь, представляйте себе очень четко, какое количество времени вы можете уделять проекту. Если вы договариваетесь с партнером, спросите его, чувак, сколько времени в день ты можешь уделять этому проекту? И так далее. Это ресурс, который мы и недооцениваем, иногда мы про него забываем, но про него очень четко знать. Про тайм-менеджмент написано дофига всего, но время – это супер важный ресурс. Смотрите на него. И сообщество. Вот когда я говорила про ресурсы и вообще вот это слово, и вообще все остальное, партнеры и все другое, и про партнерство в 17 глобал целях, вот сообщество – это тоже ресурс, но с ним надо строить тонкое отношение, потому что нельзя все время брать ресурс. Никакой ресурс нельзя брать все время. Любой ресурс надо тоже возвращать. И здесь просто не забывайте про эти два параметра. Про них очень мало говорится в управлении проектами, вообще никто не выделяет как ресурс. Вот люди, да, потому что люди и интеллектуальные какие-то там вообще, ну как бы навыки, вот это все, про это говорится, а вот про то, как можно работать с сообществом и использовать его как ресурс для работы. Вот у нас, например, нету пиарщика в команде, хотя у нас очень довольно высокая узнаваемость. Потому что мы, ну как бы мы работаем с сообществом, мы, у нас много друзей и мы стараемся сделать так, чтобы им нравилось и дальше понеслась, что называется. Устойчивое развитие. Знаете, почему я здесь видела? Почему я хочу вернуться к этому моменту? Очень важно, потому что я уже встречала кучу проектов, которые умирали, потому что забывали про самое важное. экономическая сфера. Когда вы делаете классный проект в социальной области или в экологической области, пожалуйста, не забывайте, чтобы существовать вашему проекту, вам нужны бабки. Даже если вы собрали там сообщество и все остальное, условно говоря, ваше время должно стоить денег, просто потому что рано или поздно иначе вам придется пойти на настоящую работу, где вам будут платить зарплату. И тогда ваш проект закроется. И встречаясь с разными проектами в разных городах России, я очень сразу волнуюсь, если в проекте нет монетизации и представления о том, что есть. Потому что классные проекты не могут бесконечно ехать на альтруизме. И поэтому аккуратную форму того, как можно зарабатывать деньги, ее надо придумать. И вот я, собственно, нарисовала картинки, откуда можно взять денег. Ну, разбить копилку. Все нормально. Это нормально. Мы запускали проект теперь так, на свои. А соку я запустила, продав машину. Буквально. Это не шутка. Инвестор. Инвестором может быть кто угодно. Например, родители. Инвестор может быть настоящий институциональный. Там, венчурный фонд и так далее. Все зависит от вашего проекта, от того, сколько вам нужно денег для того, чтобы начать. Гранты. Понятно. Сюда надо приходить. Впрочем, как мое мнение, к инвестору надо приходить с готовым проектом. Вот свинушка, свинья-копилка не требует готовности проекта. А вот дальше уже надо идти с чем-то. Формы понятны. Их очень, кстати, много. Есть целевые разные программы, и есть конкурсы, и все остальное. И с бизнесами тоже можно договариваться и получать деньги. А вот еще самое важное, про что ни в коем случае не нужно забывать, потому что работая с людьми, вы всегда можете попросить у них поддержки. И вот сюда тоже надо прийти уже с чем-то более-менее готовым что-то показать и рассказать. Я примерно и цифры процентов, это цифры, которые вы заплатите этим проектом. И когда вы будете работать там, где-то там, в общем, просто помните, что эту цифру тоже надо учитывать и понимать, что если вам надо 100 тысяч, и вы собираете их там где-нибудь на планете, то вам... И это, кстати, у планеты может быть не 15 процентов, может что-то изменилось, потому что когда мы с ними работали, было 15, но это был какой-то 14 год. А самозанятость это классная очень сейчас форма, которая нравится и бизнесам, если вам нужен контракт, и вообще, ну, более-менее всем. И она, как видите, денег просит меньше всего. Патреон очень классный, иностранный способ собирать деньги, и он сейчас там постепенно развивается. Ну, вот там какая-то система такая не до конца прозрачная, что ты четко знаешь сколько, там есть система зависимости, поэтому я написала 5.15. Бусти это такой близнец Патреона, который совсем недавно запустил Mail.ru, и может быть с этой платформы будет проще работать, потому что она русскоязычная. Вот. Но совершенно не стесняйтесь рассказать о своем проекте, написать про него и сказать, типа, ребята, если вам нравится, пожалуйста, вот вам моя кнопка, по которой вы можете мне помочь сделать мой проект. Сейчас я проверю, что там дальше. Надеюсь, у вас есть вопросы. А, ну вот, надо не забывать, ради чего вы делаете, и быть бережными по отношению к людям, с которыми вы делаете, и для которых вы делаете. И это на самом деле, мне кажется, самая важная цель. Почему я сказала, что мы ругаемся, и для нас это нормально? Потому что мы помним, для чего мы это делаем. А способ, ну там, поругаться, да, это просто наше неумение спокойно разговаривать с друг другом. У нас много страсти, и это окей. Но мы знаем, почему мы ругаемся, и почему нам важно договариваться, и поэтому мы не убиваем друг друга, и не расходимся все еще. Вот. И надеюсь, что в целом не будем. И более того, я хочу сказать, что сейчас присоединяется к нам еще один партнер, и это будет вообще горячо в следующем году. Вот такой мой рассказ. Теперь, после того, как я вам все это рассказала, нет, сейчас вы мне задаете вопросы, а потом вы заходите на теперьтак.ру и подписывайтесь, если еще нет. Я все? Спасибо. Я понимаю, что это было полезно, и я готова ответить на любой вопрос, любой. Как разделять мусор, или как не облажаться, делая проект. И если я знаю ответ, то я отвечу. Если нет, то выкручусь. Welcome. Ой, только не говорите. Ой, слабо. На кого нацелено? Не проехал. На кого? На кого? Ну, то есть на молодежь и на более взрослых. На более взрослых. На людей, которые, ну, в смысле, более взрослых, потому что вообще-то молодежь в России определяется... А, сорян. На кого нацелено? Ваш проект. Да. Молодежь в России, по-моему, до 35 лет, поэтому в целом и на молодежь тоже. Но мы себе представляем так, что это люди, которые самостоятельно принимают решения о том, как они ведут свой быт. То есть они покупают продукты, сами себе, сами себе их готовят, у них есть свой доход, и они разбираются, как его тратить лучше, и они иногда платят по счетам, ну, в смысле, по коммунальным счетам, например. Ну, то есть не напрямую, да, но ты должен думать, что у меня вот эта часть денег уходит на счет. То есть это люди, которые уже самостоятельно ведут хозяйство домашнее. А отвечая на возраст, я хочу сказать, как маркетолог сразу, соцдем, это не вопрос возраста больше, ну, как бы соцдем вопрос возраста, но когда мы говорим об аудитории, мы уже больше не можем себе представлять это возрастом, да, мы можем себе представлять это скорее поведенческими характеристиками, потому что тебе может быть 40, я вижу, что тебя еще нет, но ты можешь жить с родителями и не принимать никаких самостоятельных решений, например. Я к тому, что у вас рассылка по почте, по почте, для молодежи это же вообще неудобно. Неудобно. Кто сейчас сидит на почте? Мы думаем о том, мы ограничены в своих возможностях, как и любой другой проект, мы развиваемся постепенно, и мы, конечно же, переедем, не переедем, а сделаем что-то с, господи, телеграмм, слово не могла вспомнить, с телеграммом, и мы делаем разные проекты, у которых другой темп принятия информации, например, мы только что делали интенсив с музеем гараж, который был каждый день, 30 дней, каждый день новая привычка, и он был про пробую так, не теперь так, а пробую так, про попробовать, а дальше понять, что тебе подходит или не подходит. Вот, поэтому мы делаем разные проекты с большим количеством разных компаний, вот, это просто наша такая база, и поэтому, если вы видите, на главной, у нас есть вот такая, это скриншот, поэтому я не знаю, какая там цифра, он считает в реальном времени, каждый день счетчик обновляется, сколько у нас подписчиков, но это жалкая цифра, если вы, не знаю, думаете, что вы медиа, или еще что-то, это большая цифра для e-mail рассылки, ну, у кого-то есть больше, например, телеканал «Моя планета», у них огромнейшая рассылка, или издательский дом «Миф», огромнейшая рассылка, но здесь надо понимать, что это большой труд читать все это, вот, полгода, вот, а так наша аудитория, конечно, сильно больше, потому что мы делаем большое количество контентных проектов с разными другими институциями, и для нас это, ну, как бы сейчас даже чуточку важнее, чем база, хотя, ну, на базу мы тоже ведем, конечно. Спасибо за вопрос. Расскажите, пожалуйста, как вы монетизировали проект? Ну, я понимаю, что у вас там уже не тысяча рублей лежит, естественно, у вас больше, наверное. Ну, как мы монетизируем? Мы не успешные пока что с точки зрения бабла. Мы, у нас есть два способа, три на самом деле, но третий уж такой скорее для красоты. Первый способ – это работа с бизнесами. Мы оказываем консультации бизнесу, мы проводим разные воркшопы, мы консультируем их, мы разрабатываем им какие-то стратегии, программы, это происходит периодически. Второй способ – мы предлагаем заплатить за модули. у нас есть такая кнопка, которая пишет, курс бесплатный и для тех, кто не может себе позволить. Для тех, кто может, пожалуйста, заплатите. Сейчас мы под Новый год запускаем, например, сертификаты, потому что для нас важно монетизировать B2C направление, очень условные слова, это все нам не нравится, но они есть. Вот отношения с потребителем мы хотим развивать и понимать, потому что это действительно стоит денег, мы хотим делать новые модули, и это большая работа, потому что, когда ты начинаешь и у тебя чуть меньше ответственности, ты можешь делать все, как тебе нравится. Сейчас мы, конечно, более серьезно подходим к подготовке самого контента, и это требует большой работы, и контент уже готовится не одним, не двумя, не тремя людьми. И поэтому мы очень хотим, и вот сертификаты мы запускаем, потому что мы хотим запустить в следующем году еще проект. Еще момент, мы запускаем платный курс со следующего года, он специализирован на общепиты, ну то есть на бары, на рестораны, на кафе, он будет платным, например. То есть, вот мне очень нравится сейчас сочетать разные проекты, именно, мне даже кажется, вот в Асоке мы тоже запускаем B2B направление, потому что вот этот баланс дает разные потоки финансовые, но спросите меня через два года о том, какой у нас кэшфлоу по проекту и перекрываем ли мы. Но мы не ставим себе целью, ну как бы обогатиться, мы ставим себе целью иметь возможные, достаточные ресурсы для того, чтобы развивать проект. И пока что это, ну серьезный вопрос, делать некоммерческой организации, у нас нет юридического лица, ну потому что у нас есть разные свои юридические лица, мы все работаем, у нас у всех свои компании, и поэтому не востребовано. Ну вот сейчас мы выходим на такой уровень, когда уже надо юридическое лицо, и хочется сделать некоммерческое юридическое лицо, но это очень сложно в России, и мы просто угорим опять-таки на расход в виде специализированного экономиста, который будет нам делать эти документы. И ну тут много вопросов. Но это совсем не обязательно, просто тупо не обязательно. Можно делать что-то и без юридического лица. Еще вопросики хочу. Ну давайте. Да, конечно. Нужно. Какая была примерная сумма, которую вы вложили в проект изначально? То есть вот, допустим, мы студенты, мы сможем, допустим, себе позволить сделать вот такое… Да, у нас нет машины, нам нечего продавать, поэтому такой вопрос. Да, смотрите, а сока чуть более затратный, это ритейл, и ритейл это всегда, ну как бы вот будучи студентом, это неинтересное направление, оно и для современного мира ритейл неинтересное направление, если ты не сидишь на большом бабле. Поэтому здесь даже не обсуждаемо. И для теперь так я ничего не продавала, теперь так был полностью… Ну, сумма. Мы, честно говоря, до сих пор не знаем эту сумму, потому что можно ее считать по-разному. Например, если посчитать часы моей работы по коммерческому прайсу, то это довольно дорого, потому что у меня высокий уровень квалификации, я дорогой специалист. Извините, я сейчас не хвастаюсь, просто говорю, да, как можно считать. Если вытащить мои часы и представить, что этот курс написан простым копирайтером, который стоит, например, по максимальной ставке рубль за знак, ну не максимальной, а такой, средненной, то это совсем другая цифра. Но так тоже не считал никто, потому что мы писали вместе эти письма, буквально как письма шарику. Вот, поэтому в целом первые деньги настоящие, которые мы потратили, это был сайт, разработка, дизайн и разработка лендинга. Он очень был недорогой для нас. И, собственно, MailChimp, на котором мы до сих пор сидим, и который, когда вот выросло вот это 6, да, стало вместо 2, как раз вот там цифра подскочила, и мы даже писали MailChimp, чтобы они нам снизили стоимость, потому что мы не коммерческий проект, и они пошли навстречу, реально там дали нам какой-то специальный, там, оффер, ссылку, несмотря на то, что... И, ну, я думаю, что если в целом оценивать, то там в куче, ну, набралось бы, ну, тысяч 15, ну, 30, хорошо. Вот, если вот так вот по реальным расходам, которые были на старте. Но тут фишка в чем? С миру по нитку, да? Почему я показывала сообщество и время? Ну, потому что если ты работаешь с сообществом как с основным ресурсом, то времени еще, кстати, тоже больше надо. Вот. Ну, в общем, всегда можно найти способы подсуетиться и найти какие-то альтернативные вещи. Особенно если вы, там, не знаю, работаете, например, ну, там, можно найти помещение, в котором вы находитесь. Можно найти, не знаю, мебель, да, былкушную. Просто крикнуть в Фейсбуке и сказать, у кого есть стул, например, ненужный. И так далее. То есть всегда можно найти способы сократить косты и более того придерживаться принципов бережного потребления того самого реюза. И, собственно, e-mail один из способов был самым доступным, потому что был довольно просто сделать рассылку на e-mail. Потому что, чтобы сделать, например, это так, как нам казалось важным на Телеграме, нужен был специалист, которого среди нас не было. Это, ну, кто запрогает бота. И так далее. И, ну, то есть всегда можно найти способы из этих ограничений, которые у нас есть, например, у нас нет денег, сделать возможности и посмотреть на это по-другому. И это тоже клевая история. И так тоже можно запускаться. Ну, и, например, классно писать проект, снять его на телефон камеры, нарисовать картинку, не умеете пользоваться графикой, нарисуйте прикольно на листе, сфотографируйте, выложьте. И вот те, которые я показывала, патреоны, кикстартеры и планета.ру, это тоже путь, и он довольно симпатичный. И так запускается не один серьезный проект. И про это можно много почитать, посмотреть и просто, ну, слово своровать плохое, вдохновиться классными кейсами и пойти по этому пути тоже. Очень важный бонус. Я хочу сказать, что деньги это классно, но однажды я прочитала, это не мои слова будут, и вообще я сейчас все перевру, как всегда. Я читала интервью очень классный шеф-повар в Париже, который открыл ресторан, и который сказал, что, ну, там большая история про то, как она покупает локальные продукты, про то, что они работают несколько дней в неделю, а не 24 на 7, определенное количество часов. И она говорит, что для меня большой бонус, а я делаю любимое дело, и б я встречаюсь, ну, как бы, с такими классными людьми, что я готова доплачивать, чтобы делать эту работу. И я вам хочу сказать, что занимаясь этими проектами, качество моего окружения, извините за этот, ну, сухой терминологический подход, но я стала встречаться с безумно классными людьми, которые вдохновлены, у которых есть классные идеи, которые хотят что-то менять. И когда, ну, как бы, твоя работа превращается в то, что ты общаешься с такими людьми, и приносишь им пользу какими-то советами или еще чем-то, или делаешь с ним что-то вместе, это большое счастье, потому что мы все ищем счастье, чего бы мы ни делали, мы все хотим быть счастливыми. И если нам удается найти в работе счастье, то это, конечно, вау, это, ну, как бы, ваша жизнь удалась. Но на самом деле счастье, это не какая-то внешняя вещь, чтобы вы понимали. И ваша жизнь удалась, если вы просто делаете то, что вам нравится, и делаете это хорошо, и вы кайфуете, и все остальные тоже от этого кайфуют. И все. Ну, начать с того, что делать хорошо. Такая история. Че? Да. Да, микрофон. Спасибо. Скажите, пожалуйста, сколько было человек в вашей команде изначально, ну, вот когда вы рассчитывали, что до двух, ну, вот за три месяца, да, будет две тысячи только подписчиков, когда она выросла до шести, и сколько человек в команде, именно которой всем занимаются, вот на данный момент времени? Сейчас скажу. Я Антон, Маша, мы начинали, у нас всех были роли, и мы первое, что мы, самое основное, что мы делали, это был контент, и как сделать эти письма уроками, приятными, чтобы это был хороший, приятный путь у потребителей, которые это читают. У нас была Лена, это, ну, Лена наше все, она координирует, сейчас нас всех координируют, раньше она помогала нам координировать продакшн, ну, в смысле, вот этот лендос, все остальное, чтобы не упороться и не переписываться со всеми программистами, именно нам, программистам, дизайнерам. И у нас есть Катя, которая студентка, учится в Греции, где-то, я даже не знаю, где, вот, Лену я видела один раз, чтобы вы понимали, она живет в другом городе, она работает удаленно, вот, и Лена мое все, ну, то есть я не знаю, как без Лены вообще, я теперь вот дышать не могу, вот, Катя студентка, и она нам просто заливала письма в MailChimp, ну, там много надо сидеть, править, все остальное, все, других людей нет, как вы понимаете, ну, как бы эти люди работают с нами, потому что, им нравится, и сейчас мы начали, естественно, ну, как бы это первая наша была, задача компенсировать их работу, потому что это не их проект, условно говоря, да, и они должны получать вознаграждение, вот, мы, ну, вот, все, команда такая была, пять человек, у вас обратно связь обрабатывает, вы сами это делаете? Лена, ну, Лена, ну, то есть полностью вот она, ну, как полностью она, у нас есть, как бы, есть частотные вопросы, как это все организовано, на которые, вообще, почему группа поддержки, потому что мы понимали, что мы не можем отвечать на все вопросы, а, мы не знаем, б, это огромное количество времени, у нас, напомню, есть работа еще, вот, и поэтому есть люди в группе поддержки, которые отвечают, ну, то есть кто-то прошел уже курс, и он знает все ответы, а кто-то еще нет, он только начинает, поэтому люди друг с другом общаются, во-первых, все, что почта и все остальное, это, конечно, мы, если Лена не сталкивалась с этим вопросом, и не знает на него ответ, но она приходит, и кто-то из нас ей помогает на него ответить, ну, вот, примерно так, в зависимости от того, какой вопрос она приходит кому-то из нас четырех, но на обороне, да, всегда Лена, и соцсети, ну, то есть Инстаграм мы запустили очень, ну, сильно позднее, я даже не знаю, насколько позднее, ну, наверное, не знаю, точно больше, чем через полгода мы его запустили, вот сейчас тоже она, но сейчас у нас, например, есть команда шире, и нам больше людей требуется, и нам помогают, и потому что мы еще работаем с бизнесами, и из-за этого тут еще много всякой кутерьмы, но это уже какая-то дополнительная история. И еще тогда вопрос, сколько часов в сутки вы спите? Я, кстати, сплю нормально, я вообще про то, что баланс между работой и личной жизнью, он должен быть нормальным, ну, потому иначе ты начинаешь, просто перестаешь быть полноценным человеком, ты становишься каким-то роботом, вот, а чтобы делиться, например, нужно быть, ну, то есть нужно быть в порядке, если я лечу во Владивосток, то я, конечно, сплю меньше, но вот прямо здесь, сейчас, в Казани, я отлично сплю, и, ну, мне кажется, достаточное количество, 7 часов нормально для меня, если конкретно, вот, здесь, это путь, так было не сразу, когда я начинала, у меня, и там, язвы случались, и все вот это, потому что хотелось сделать больше всего, и меньше умения того, как распоряжаться своим временем, как расставлять приоритеты, и так далее, про это сейчас уже написалось много книг, или перевелось, или даже российские есть книги, вот, много тренингов и всего остального, ну, но это тоже надо с опытом воспринимать, и работать много реально можно, ну, то есть реально очень много, если ты хорошо распоряжаешься своим временем, и понимаешь, из чего оно состоит, если вы знаете, сколько раз вам надо зайти, сколько времени вам надо зайти, чтобы проторчаться в инстаграме, и вы понимаете, что вообще-то, типа, на секундочку, а это выливается в полчаса, вы просто, ну, понимаете, что полчаса, за полчаса можно сделать адское количество полезных вещей, и тут надо понимать, как вы балансируете между всем этим, но это можно. У меня вопрос по поводу волонтерства. В любом проекте, вот вы говорите, вы на свои и прочее, как мы можем привлекать волонтеров, как долго, до какого периода, и стоит ли это вообще делать? Потому что я знаю много проектов сейчас экологических, которые исключительно на этом строятся, и я вижу, что они уже близки к какому-то, какому некому кризису, когда уже не хватает рук, когда они уже начинают отказываться, отказываться и в таком духе. Очень сложный вопрос, потому что работа с волонтерами, это непростая история, потому что вы работаете с человеческим фактором, который может быть как угодно себя проявлять, и очень мало обязательств, очень надо рассчитывать, то есть здесь надо четко составить себе программу, если вы хотите смотреть на волонтеров, как на ресурс, это очень хорошо, нужно иметь большое сердце, и очень хорошо понимать, что такое менеджмент человеческий, очень хорошо, все управленческие принципы для того, чтобы работать с волонтерами. Мы, например, в Никололе Нивце работали, это большой арт-парк в Подкалужской области, и для нас волонтеры много очень значили, и у нас была отдельная программа специальная для волонтеров, и это всегда сложно, и иногда лучше 30 раз посмотреть на ситуацию, и лучше достать где-то бабла и купить человека, чем думать про это как про волонтерство. И в этом смысле иногда так проще, но на самом деле в таких проектов, как наш, или как вы, например, очень важно уметь и давать эту возможность, потому что это дает невероятный рост, и, честно говоря, вот, например, в Никололе Нивце мы очень много забирали людей из волонтеров в свою команду, и более того, они очень круто вырастали, ну, то есть там, конечно, ты из волонтеров кого возьмешь, там, маленькая какая-нибудь, ассистент, да, все начинается, вот этот путь, а потом они вырастают у директоров, и ты такой, вау, вот, и это очень круто, но тут надо быть готовым к тому, что это такая воронка, в которой будет много отсеиваться, много времени и так далее. В Тепертатик нам очень много приходит людей, которым мы даем под его, под специфику, под человеческий фактор этих людей, что им интересно и так далее, поделать, и иногда бывает очень больно, потому что, ну, ладно, он доделал и ушел, а вот когда он бросает на полпути и уходит, это прям капец, но к этому нужно быть просто готовыми. И еще раз, волонтеры, классная история, нужно просто подумать о ней, где вы, что вы, сколько времени вы на это уделяете, какие волонтеры вам нужны, как вы их мотивируете, как вы их растите, какие у них ступени. Чем больше они будут знать на входе о вас, чем больше вы им расскажете, что вы делаете, какая у вас программа, у вас должна быть программа, тем прозрачнее и понятнее. Да, вот мы теперь так и сделали. Мы сели в какой-то момент, у нас никогда ни на что не хватает времени, и чаще всего первое, что мы посылаем, это организационную часть. Вот, для нас важнее, вот там, рассказать кому-то что-то, сделать какие-то действия и так далее. Поэтому организационно у себя внутри, для нас это всегда низкий приоритет. Это проблема, так не должно быть. Это слабое место любой организации, любого проекта. Ну вот мы с этим боремся, и надеюсь, все лучше будем бороться. Но вот этот момент прозрачности, понимания того, как человек может расти внутри вашей компании, он даст большую базу уверенность вам и тому человеку, которого вы зовете. Не знаю, я ответила, нет, или там еще были какие-то слои у вопроса были. Вот. Хорошо. Лейла, мы еще нормально? Если нас надо выгонять, то надо сказать. Есть еще желающие? Вот один вопрос. Мы завершим, а желающие пообщаться, могут остаться. Спасибо. Нет уже, мне надо быть в другом месте. Кем вы были до начала своей проектной деятельности? Консультантом по стратегическому маркетингу. У меня было, до этого у меня было свое какое-то время агентство спортивных коммуникаций, ну, какое-то 10 лет на самом деле. Потом я поняла, что я больше не хочу быть в этом бизнесе вообще. И я ушла в арт-проекты полностью, ну, в какие-то вот арт-парк Никола Ленивец. Ну, короче, знаете, когда ты такой, типа, все, не хочу заниматься коммерческой деятельностью, буду заниматься прикольными вещами. А потом я все время консультировала бизнесы и в какой-то момент поняла, что мне хочется чего-то своего, на что-то смотреть, развиваться. Потому что, когда ты консультируешь, ты какие-то вещи закладываешь, ты дальше уходишь, ты можешь дальше радоваться, смотреть издалека, но ты как бы не участник. И мне вот хотелось быть участником чего-то в большей степени, чем как консультант. Потому что, ну, как-то прикольно смотреть, что-то растет, развивается. На всех уровнях ты это видишь. И, ну, вот. А какой университет вы закончили? Ха! У меня два образования высших. Первое я закончила в Новосибирске. Я филолог по образованию. И в МИП это называлось. Ну, короче, в Новосибирске я НГПУ. Новосибирский государственный педагогический университет. А второе я уже заканчивала при Плехановке. Есть такая школа бизнеса Мирбис. Я получила экономическое образование. Вот. А без него вы смотрите? Ну, я не могу ничего говорить про образование, потому что я нахожусь в университете. И я надеюсь, что здесь очень классное образование. Но мне кажется, что есть науки, в которых очень важно участвовать. Ты можешь получить системное знание, но, ну, как бы, но очень круто какие-то вещи все-таки делать и быть. Потому что науке нужно больше времени, чтобы осознаваться как науки. Такие процессы, которые интересовали меня на тот момент, ну, прям сильно интересовали. Потому что мне, например, преподают статистику два семестра, да, и классно, я учу формулы. Мне прикольно, потому что извилины другие шевелятся. Это очень полезно для мыслительной деятельности. Но абсолютно бесполезно, потому что я знаю, что я в Excel это просто кликом сделаю. Но это было, преподавательница была космическая. Это было очень классно. Вот. Но и вот такие вот вещи, когда ты уже работаешь, на них надо смотреть предметно. Но я хочу продолжать дальше учиться. Сейчас у меня несколько планов. И мне очень нравится, потому что система, вот этот форм-фактор, она все-таки дает возможность тебе узнавать не только, что ты хотел узнать, но и то, что тебе в эту систему закладывают. Это может быть совсем другая точка зрения. Это прикольно. Я резюмирую вот эти вопросы несколько. Я так думаю, что у ребят возникает мысль, что начать свой проект может зрелый, состоявшийся человек, который уже где-то поработал. Вот как бы такое впечатление создается, да? Что там в возрасте 35 лет мне все надоело, я хочу что-то свое новое. Я буду... У меня уже есть база, у меня есть работа, какой-то достаток боковой, да? И я могу позволить себе заниматься каким-то социальным или каким-то интересным проектом. Вот развенчайте, пожалуйста, наше впечатление. Развенчаю, да. Извините, это просто я такая, потому что, ну, как бы я дошла до этого и пришла к вам в таком готовеньком виде. Нифига подобного. Я встречаю... Вот я, например, знаете, недавно познакомилась с парнем, который только что заканчивал вуз, но он бизнес запустил до того, как он... У меня, кстати, первый мой бизнес был тоже до того, как я закончила вуз, первый вуз. Это было небольшое рекламное агентство, мы по ночам фигачили эти всякие, знаете, дверные таблички, какие-то баннеры, ну, как бы, просто это была чума. Мы просто не спали все время примерно. Ну, то есть ты днем учишься, а ночью ты в какой-то адской коморке в подземелье с какими-то парнями, потому что не все там объемы очень крупные были, и не все можно было сдвинуть, и там надо было пользоваться всякими инструментами тяжелыми, и все, ну, всякое было. Вот, но сейчас, например, один из вдохновляющих примеров, я встречалась с парнем, он серийный предприниматель. Он уже к моменту окончания вуза был серийным предпринимателем. У него на момент нашей с ним встречи было четыре проекта, и ему передали в управление завод по переработке пластика. Ничего не значит, ни образование, ни возраст, предпринимательское мышление не поддается никакому соцдему. Вот, знаете, разница между предпринимателем и человеком, у которого есть идея или что-то такое? Вот все то же самое. Много работы, все остальное предприниматель что-то делает. Вы можете быть гениями абсолютными, но если вы не встали и не начали чего-то делать, и крутить вокруг себя все вот это, вот, там, людей, сообщества, время, проекты, ресурсы, ну, как бы, вы можете очень долго становиться 35-летним, 38-летним, 50-летним и не стать предпринимателем. Вообще забудьте ничего, ни возраст, извините, ни образование, ничего не мешает вам начать делать что-то прямо сейчас. В институте, например, мы делали собственную газету, взяли и запустили. Нам хотелось писать об искусстве, ну, просто, и мы запустили газету, и это был наш проект. И никаких мы даже тогда не думали про деньги, мы как про параметр, мы не думали. Ну, то есть, понятное дело, что, чтобы ее печатать, нам нужны были деньги, я не знаю, откуда мы их брали, наверное, мороженое не покупали. Ну, я, грубо говоря, вообще-то мы сосиску в тесте ели всегда. Вот. И поэтому вообще ничего не значит, никакой ваш параметр. Даже если вам говорят, ты что вообще, кому это надо, делайте, вы ошибетесь, но вы всегда, ваш проект не станет успешным, это не важно. Вы всегда научитесь чему-то большому, вы всегда научитесь, вы всегда познакомитесь в процессе деятельности с какими-то людьми. У вас появится по пути дофига офигенных, классных историй. И есть очень много кейсов про то, как люди начинали одно, а счастье и успех у них случался совершенно в другом, что казалось им побочным и никому не нужным. И это абсолютно нормальная история. И если моя задача вдохновить вас, то я очень прогонотичный человек, то вдохновение мое вам в том, что не бойтесь что-то сделать. Лучше ошибитесь 30 раз, но сделайте, потому что пока вы боитесь и хотите сделать идеально, ну как бы вы вот сидите и ждете 35, 8, 40, и сколько там дальше по математике положено. Короче, ничего вообще это не значит. Так что, но образование хорошая штука, мне, например, очень нравится. Мне кажется, у нас прекрасный сегодня финал. Столько вдохновляющего рассказа, столько энтузиазма, столько энергии в этом. Спасибо огромное. Ура! Будем рады. Спасибо вам. Встретиться вновь. Спасибо. Спасибо всем. Субтитры подогнали Симон.